Без светофора, этого трехглазого чуда, мы не представляем свою жизнь. Крайне легко переходить улицы, передвигаться, потому что есть наш друг, светофор. Когда же он появился в Санкт-Петербурге? Никто этого пока не знает, и документы не найдены. Но мы знаем, что к январю 1930 года госавтоинспекция Ленинграда планировала поставить первый семафор на перекрёстке Невский проспект и Литейный. Семафор – это предтеча светофора, у него не было трёх глаз ярких и замечательных, и были крылья руки, которые поднимались и опускались, либо поворачивались в нужную сторону. Один из первых светофоров на улице Горохова, Дзержинского, был уже механизированный. Всего было таких два светофора. В Москве один, другой в Ленинграде. Он был сложный, присложный, потому что инспектору, регулировщику тогда, милиционеру, нужно было ручкой поворачивать и переключать сигналы светофора. Конечно же, никто не мог подсказать, какими светофоры должны быть, потому что никто этого не знал. И придумывали разные системы, они были то трёхглазые, то семиглазые, то многогранные, то в виде часов и стрелочки, такой будильник на проводах висел и подсказывал дорогу. Но даже сигнал светофора в Москве зелёный был наверху, а в Ленинграде внизу. И водители изрядно путались, не говоря уже о регулировании руками. И даже в суровые дни блокады госавтоинспекция придумала специальный аккумуляторный светофор, который бы помогал передвижению так необходимых грузов в войну. Девушка нужным глазом поворачивала полосатый стержень, а внизу такой огромный тяжёлый ящик с аккумулятором, бандура одним словом. Проходило время, появлялись чугунные, пластмассовые светофоры и, наконец, светодиодное чудо. Не вот такой глаз, один пластмассовый или стеклянный, а за ним единственная лампочка, а вот такое многоглазие. Этому светофору не страшно штыковое солнце, он одинаково ярко светит и днём, и ночью, и в плохую погоду, и помогает всем участникам движения. Субтитры создавал DimaTorzok